Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины. Лавров пообещал прагматичный ответ на новые американские санкции. В Пентагоне опровергли информацию, что США стягивают силы для удара по Сирии. В СУ за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 47 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, в зоне обстрелов украинских силовиков оказались село Васильевка на севере Синоватой, а также Саханка и Ленинская на юге республики. Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит перехода страны от унитарного государственного устройства к федеративному. «Украина – унитарное государство. Мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства», – написал Порошенко в Твиттер. По его словам, программа федерализации даёт огромные права местным общинам и сокращает расстояние между человеком и властью. А это для официального Киева неприемлемо, так как руководство Незалежной опасается раскола в стране. Напомним, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук накануне выразил мнение, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для региона. Требования убедить США в том, что Россия не применяет химоружие, несерьёзны. Москва, в отличие от Вашингтона, ликвидировала свой химический арсенал. Такого мнения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского МИД напомнил, что США ранее объявили о новых антироссийских мерах под предлогом якобы причастности РФ к делу Скрипалей. По его словам, Москве сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если Россия не убедит США в том, что больше не применяет химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьёз. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердило ОЗХО. При этом Лавров отметил, что Россия отреагирует на санкции Вашингтона. Со своей стороны продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Глава МИД РФ также добавил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаёмся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учёта интересов друг друга. В Пентагоне опровергают заявления представителей России о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. При этом в американском оборонном ведомстве подтвердили готовность к действиям в случае поступления соответствующего приказа. В Пентагоне также добавили, что обеспокоены сообщениями о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе, которое приведёт к разрушительным гуманитарным последствиям. Не забыли в ведомстве упомянуть и об опасности незаконного применения химического оружия. Примечательно, что ранее в Минобороны России предупредили о готовящейся в Сирии инсценировке с применением химического оружия, которое станет поводом для нанесения США, Британии и Франции ударов по объектам правительственных сил. Кроме того, Москве стало известно о переброске в Средиземное море американского эсминца с 28 ракетами «Тамагавк» на борту, а также о прибытии в Персидский залив эсминца «Салливан» с 56 крылатыми ракетами.